Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стёпа. Малая. Стёпочка. Галя. Стёпа. Галя. Стёпочка. Ты что? Стёп, не бросай меня. Стёп. Стёп. Галя, мы договорились с тобой изображать семью. Я согласился, но это не значит, что я простил. Не бросай меня. Стёп. Стёпочка, пожалуйста, не бросай меня. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают до последнего ручья, я тебя не променяю, потому что ты моя. Я тебя не променяю вот до последнего ручья. Что с настроением? Да, Кирилл вчера отвез домой и сразу повез этих бабулек в дом Савченко. А ты на что рассчитывала? Что он их отвезет и с тобой останется? Сказано же, у него есть девушка. Да ни на что я не рассчитывала. Доброе утро. Доброе утро. Лиза, комната свободна, можешь заезжать. Степа, а ты куда собрался? Мам, все хорошо. Степа. Что случилось? Со Степой не вышли к завтраку. Вы решили вас не будить? Не вышли. Степа ушел. Совсем. Вчера был такой вечер, и мне показалось, что все как прежде. Я пришла к нему, а он… Я старая, Люся. Я старая и страшная. Я никому ненужная. Господи, что ты говоришь такой, Валя? Посмотри. Ну, какая же ты страшная. Ну, какая ты старая. Чушь. Ведь тебе сложно после этого, понимаешь? Он раздражается и на меня, и на Варю. Тебя бы подождать. А я не смогла. Я не смогла ждать. Мне его так не хватает. И что теперь делать? Подожди. Не торопи события, может все наладится. Ты правда в это веришь? Не знаю, Галь, не знаю. Опять в АТО решила сбежать? Как тогда, когда узнал, что Света не твоя дочь? Если не начинай. Мне мать вонесла мозг, теперь ты. Нет, ты уж потерпи и выслушай меня. Тебе дома не сидится? Ты о девочках подумал? Это мужской поступок, да? Это мужской поступок, да. И я не бегу, а еду. Родину защищать. Именно так. А Родине сейчас позарез нужна твоя помощь. Когда ты здесь нужен. Люся, что ты хочешь? Чтобы я поменялся, этого не будет. Я такой, какой я есть. Чтобы я снова полюбил твою сестру, этого тоже не будет. Она фальшивая вся. Я еду туда, где я действительно нужен. Где я на своем месте. А девочки, что девочки? Девочки знают, что я их люблю. Этого достаточно. Нужно говоришь. На своем месте. Посмотрим. Здоровенькие були. Да нет, в нашем секторе все спокойно. Муха не летает. Степа? Да, наша. Хида, он хочет комарей погодить. Хай сидеть дома с семьей. А с переверкой вантажей мы как-то сами упорываемся, так и передайте ему. Я поняла. Тишины вам и дальше. Привет, Степе. Обязательно передам. До связи. Тебе привет. Спасибо. Ладно, уговорила. Пока останусь. Но жить я дома не буду. Мне все равно, где ты будешь жить. Главное, не забывай, что у тебя две девочки, которым ты очень нужен. И мама, которая перенесла инфаркт. После того, как тебя похоронила. Я все помню. Извините. Людмила Сергеевна, Тополев просил узнать, можете ли вы принять его сегодня в пять вечера. Клялся, что исключительно по работе, ничего личного. Что ему сказать? Скажи, что приму. Хорошо. Примешь меня на пару дней. А я пока гостиницу найду или придумаю что-нибудь. Можешь жить сколько хочешь. Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, как я тебе рада. Степа не придет. Он решил от нас немного отдохнуть, Галь. Отдохнуть? А где он сейчас? Люся, он говорил обо мне? Люся, что он надумал, а? Галя, послушай, я два часа разбиралась с Тополевым. Слушала его идеи о совместном сотрудничестве. Я просто хочу отдохнуть. Можно? И выдохнуть. Да, конечно. Пропоную рецепт простої та дуже смачної морковної запеканки без жарів, майонезу та інших шкідливих продуктів. Цей рецепт повідав мені Олександр, мій коханий чоловік. Думаю, ви погодитесь зі мною, що для вагітної жінки найважливіше постійно відчувати любов та турботу коханого чоловіка. Тим більше, що таку підтримку відчувають ще ненароджені дітки. Сподіваюсь, що ця львівська родина стане для багатьох прикладом. І як сказала нам тень дідна пані Марина Савченко, для вагітної жінки найважливішим є відчуття любові та підтримки чоловіка. Ось ви, де от мене спрятались, голубки. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Толкайся. Маме треба позвонити. Доброго вечора, Владимир Владимирович. Не треба мені розповідати, як ви йдете по следу Савченко і Марина. Я вже сама їх нашла. Та, я настоящий дітктив. Поиски Романа Платова потрібно ускорити. Нет, Мариночка, ти не права. Саме головне – власть. О, прошу, к столу. Обильний завтрак, но я по утрам пью только кофе. Степ, ну, пожалуйста, один кусочек, я же так старалась. Ну, давай. Так. Оп. Оп. Кушай. Ну, разве что, действительно кусочек. Спасибо, все очень вкусно, но пора на работу. А десерт? Я лопну, просто не влезет. Только чай. Щас, секунду. Доброе утро. Ты уходиш уже? Да, на работу. Люсь, возьми, пожалуйста. А что это? Это завтрак для Степы. Ого. Когда эта Фаина Марковна успела приготовить, она же к кардиологу собралась утром. Это я сама приготовила. Галь, послушай, ну ты же знаешь, Степа этого не любит. Судачки, пакетики. Люся, он ночует в офисе, ест бог весь что. Ну, гастрит еще заработает. Да, ты права. Я передам. Давай, пока. Да, пока. Да, слушаю. Спасибо. Спасибо большое. Директор первым поздравил. И вам всего доброго. Угу. Ух ты, доброе утро. Доброе. Мои хорошие. А у меня сегодня выходной. Чего себе, повезло тебе. Отдыхая я. А я опаздываю. Ты представляешь, сегодня утром звонки с поздравлением. Все очень довольны первым эфиром. Умничка моя. Теперь и ты у меня телезвезда. А когда родится наш малыш, мы будем вести передачу вместе. Нет уж, вот теперь не отвертишься. Доброе утро. Доброе. Ты уже на посту? Да, уже приступил. Да тебе отгали. Я так понимаю, там завтрак, обед и ужин. Приятного аппетита. Спасибо. Меня уже накормили. Да? Интересно, кто так постарался? В кафе позавтракал. Степа, может, шел бы ты домой? Тебя там заждались? Передавай им привет. И скажи, что у меня все хорошо. Да, я так и поняла. Наш историк такой зануда. У меня эти даты в голове так и щелкают. У меня тоже, да. Девочки, может, вам что-нибудь принести? Чай, кофе, молоко? Нет, Лиз, спасибо. Ничего не надо. А может, ты, Кирюш, чего-нибудь хочешь? Нет, не нужно ничего. Приберусь тогда. Да, привет, Варь. Да, я освободился. Собирайся, я скоро за тобой заеду. Да, давай. Все, девчонки, пока. Кирюш, а ты куда-нибудь уезжаешь, да? Да, уезжаю, да. А я вот как раз в магазин собралась. Как назло, все закончилось. И моющее, и чистящее, и даже мыло. Бывает. Что? Слушай, я ногу подвернула. Можешь меня в магазин подвезти? Ну, давай, только, только быстро. Ты видела? Ну, Лиза и манипулятор. Ей не полы надо мыть, а вести курсы по управлению мужиками. Да ладно тебе, может она действительно ногу подвернула. Да, конечно. Как только Кирилл за порог, сразу Лизей в магазин надо, и ноги подворачиваются. Ты преувеличиваешь. Устал, милый? Немного. Я приготовила тебе ванну с морской солью, она расслабляет. Спасибо, но душа достаточно. Хорошо. После душа тебя ждет горячий ужин и бутылочка хорошего французского вина, и нежнейший тайский массаж. Ир, мне достаточно обычной яичницы, чашки чая и угла на диване. Ну, я хочу о тебе заботиться. Хочу сделать для тебя что-нибудь очень приятное. Хочешь, на выходных съездим куда-нибудь, снимем загородный дом, отключим телефоны, проваляемся весь день в кровати только ты и я. Завтра я ухожу в рейс, поэтому на выходных я буду далеко-далеко. Ты шутишь? Какой рейс? Ты же владелец компании, а не шофер. У нас сейчас так много заказов, что водителя не хватает. Пришлось вспомнить молодость самому, сесть за руль. Я в душ. Привет. Люсь. Слушай, я тут рецепт классный нашла. Я уверена, что Стёпе точно понравится. Не стал есть? Попробовал. Значит, не понравилось. Галя, ну дело ведь не в завтраках. Он взрослый и самостоятельный мужчина. Не дави на него, дай ему время. Сколько? Месяц, два, год. Алёсь, я хочу нормальную живую семью. Три супермаркета пришлось объехать. Погоди, завыбрала то, что не нужно. Ну, я же хотела как лучше. А что, нельзя было в магазин возле дома сходить? Зачем в супермаркет ехать? Ну, там плохой выбор и цены в три раза дороже. Вы же говорили, нужны экономики? Прям в три раза. Да. Алло, Варь, да, я уже еду. Как не нужно? Варя, я на работе задержался. Послушай ты меня, ты... Лиза, это перебор. Вы о чем? Я о том, что у Кирилла с Варей отношения. Пытаешься их разрушить? Я просто попросила мне помочь. Лиза, в следующий раз по магазинам, одна. Спокойной ночи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Я вижу, что ты. Пожалуйста, не занимай меня больше. Если у тебя есть дела поважнее, им не занимайся. Угу. И не морочь мне голову. Извините. Варечка, чтобы понять человека, его нужно хотя бы выслушать. Я уверена, что Кирилл не виноват. Дай ему возможность все объяснить. Людмила Сергеевна, вы меня, конечно, извините, но я считаю, что нам с Кириллом больше обсуждать нечего. Варя. Какие сегодня рейсы запланированы и куда? Сейчас посмотрю, Степан Петрович. А, вот. Два ближайшие рейса. Вас какое именно направление интересует? Вот это. Кто сюда выписан? Кимченко? Да. Оформи на меня путевые листы, я поеду. Как скажете, Степан Петрович. Степа, какой рейс? Ближайший. Ты остаешься за главную. Пока. Пока. Ну, кто там? Почтальон. Так что пляши. О, а что плясать-то? А вот чего. От кого? От Яночки. Ой. Так, может, мы поедем и навестим на могилу деда? А? Выходит, навестим. Только Матвиенко мне ни слова. Марковни особенно она не пустит. Нет. Ой. Алло, добрый день. Скажите, а у вас еще вакансии есть? Да, интересно. Спасибо, я подумаю. Кошмар какой-то. Ни одной нормальной работы. То кассирша, то уборщица, то заправщица на бензоколонке. А для кого-то я, видите ли, слишком старая. Галена Сергеевна, а зачем вам работа? У вас же муж есть. Это мне не на кого рассчитывать. Все сама. Ты молодая Лиза. Красивая и все у тебя будет. И работа хорошая, и муж хороший. Наши бабульки не звонили, пока меня не было? Нет, не звонили. Да у нас занято было. Я вот по объявлениям по поводу работы прозванивала. А что, случилось что-то? Да, случилось. Я ж поехала их навестить, а дома никого нет. И на столе вот записка. На, читай. Дорогая наша Марковна, вы на нас не сердитесь за то, что так внезапно уехали. Но мы ужасно соскучились по своей хате, да и дед на могилке навещать некому. Переживать за нас не надо, все будет хорошо. Вы, главное, себя берегите и семью свою. Спасибо за все, ваши Нина и Лена. Приехали. Ого, нехилая домина такая. Это твой дом, что ли? Попротива моего. Романа Ильича. Его самого. Черт. Ключа нет. Так а как мы зайдем? Спокойно. Отмычки возьмем. Что ты делаешь? Он нас с ментами не сдаст? Сказал спокойно. Хозяин давно в отъезде. Добро пожаловать. Да, внутри дом круче, чем снаружи. Ага. Да, только кровать всего одна. Кто на ней будет ночевать? Занимайте вы с Надей, мы с Серым на первом этаже поспим, либо на диване. Слушайте, там такая классная кухня. И плита с печкой, и посудомоечная машина есть. Пойдем? Ну ладно, я сама нам что-нибудь приготовлю. Стоят. Батарейку надо бы поменять. А мы довольно быстро сюда добрались, почти без переключений. Да уж. Правда, когда под Ростовом нас менты чуть не накрыли, я думал, что все, хана. Да, что ни говори, а дома все равно лучше. Здесь и менты какие-то, свои родные и лохи. Гляди, вот и бизнес, может, лучше пойдет. Добрый вечер. Привет. Что вы такие грустные? Да, бабульки наши внезапно уехали. За хату свою переживают. На могилку деда их тянет. А я вот теперь переживаю. Ничего переживать, Фаина Марковна. Дом есть дом. Туда душа тянется. Я их прекрасно понимаю. Как бы хорошо не было в другом месте. Так-то оно так. А ведь под пули поехали. Люся. Возьми меня на работу. Ну, кладовщицей. Я сегодня по куче объявлений обзвонила и никакого толку. Галь, ну, есть у нас уже кладовщик. Толковый, вроде. Извини. Тебе зачем работа? Дома работы полно. Ясно. Нигде мне нет места. Ну, что ты, Галь, успокойся. А я спокойно. Как удав. Спасибо. Добрый вечер. Приятного аппетита. Добрый вечер. Ужинать будешь? Нет, спасибо. Я сыт, а вот чайку бы выпил. Ну, вот и наливай. Пойду лягу устало что-то. Да, я тоже пойду. Спокойной ночи. Всем. Будем чай пить? Давай. Скажите, Людмила, а вы Варю сегодня видели? Кирилл, я вообще-то с ней работаю. А что? Ну, долго еще? У меня уже ноги затекли. Еще одну? Вот так. Как? Кажется, ничего получилось. Потрясающе. Наша девочка у бабушки на юбилей будет самой красивой. Главное, чтобы Леоне понравилось все на меня эстет. Слава Богу, Гена у меня технарь. Можно и в джинсах заявиться. Что, Богдан, когда праздника две недели, мы еще и тебе сошьем. Я все понимаю, но зачем тратиться ради одного вечера? Это же бабушка не праздник, не наш. Так, примерка окончена? Да. Нам пора в универ собираться. Пойдем. Спасибо вам. Ну, ну что с Богданкой делать? Раньше такая модница была. Первого журнала хватала по магазинам, бегала макияж, по три часа наводила. А теперь... Хоть в чем попала, из своих старых джинсов вообще не вылазит. Галь, я настолько пережила. Дай Бог. Да я понимаю. Был бы Степа рядом, он бы на меня повлиял, и так он в разъездах постоянно. Степа... Ладно, Галь, мне тоже на работу пора. Буду собираться. Ладно. 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 Привет, с возвращением. Как съездил? Очень хорошо, без заминок. Подожди. Как дома, как к девочке? О, все хорошо, все нормально. Готовимся к юбилею Фаины Марковны. Богдана капризничает, конечно, на чего справимся. Ты помнишь, да? У мамы скоро юбилей. Да с вами забудешь. Мне и Света звонила, и Богдана каждый день напоминает. Так все. Я в еще один рейс езжу. Степа. Ну что? Ну у вас же у всех все нормально. В Закарпатье. На обратном пути во Львов заеду. К Сашке. Мы три месяца не виделись. Ему что-нибудь передать? Нет. Не нужно ничего. Спасибо. Ясно. Я так и думал. Ладно, пойду. Времени мало, а дел куча. Пока. Так, еще соль и салфетки. Привет. Я дома. Привет. Здравствуйте, мой хороший. Как он себя вел сегодня? Хулиганил и толкался во всем. Хулиганил, толкался? Он у нас что, хулиган растет? Нет, я думаю, у нас будет или звезда. Стоит операторам только включить камеры, а мне взять в руки микрофон, как он тут же начинает устраивать в животе танцы. Серьезно? Как же ты эфир ведешь? Ну так, не подаю виду. Я же профессионал. Молодец. Иди, мои руки, за стол. Голубь, как волк. Я сегодня была на курсах по подготовке к родам. Инструктор попросил на следующее занятие прийти с папами. Ты сможешь? Это когда? В пятницу? Да, в пятницу. Нет, к сожалению. У меня в четверг командировка в Варшаву, и я боюсь, что за один день не справлюсь. Вечные командировки. Не удивлюсь, если твой папа будет торчать за границей, когда ты появишься на свет. Нет, нет, нет. Вот это событие я никогда не пропущу. А шеф решил открыть филиал в Киеве. Предложил мне его возглавить. Может, вернемся домой? Ну, не знаю. Посмотрим. Слушай, я совсем забыл тебе сказать. Сегодня же Степа должен приехать. Ну, у меня еще и совещание на канале, это допоздна. Ничего. Я его сам встречу, все приготовлю и приму как дорогого гостя. Привет. Привет, привет. Ну что, как универ? Как ты с по-английскому? Нормально. Через неделю будет этот результат. Да? А по ощущениям как? Да легко. А где Леня? О, Леня сорвал же к поту. Мы предложили заняться редизайном одному кафе здесь неподалеку. Серьезно? Да. Здорово. Кафе-то круто. Покажешь, где? Да без проблем. Пойдемте смотреть фронт Лениных работ. Пойдем. Три двадцать. Да. Ну и куда эти колонны вписывать? Капитали, блин, с завитушками. Привет, Лень. Привет. Здорово. Здравствуй. Привет. Возьми, это тебе покушать. Спасибо. Мы к тебе на экскурсию. Ты рассказал девчонкам про твои грядущие подвиги. Да уж, подвиги Геракла. А помещение немаленькое. Ты собираешься здесь все переделывать? Почти. А бригаду уже собрал? Да не будет никакой бригады. Как это? А кто будет это все делать? Мы с Геной. Мне сейчас не послушалось, нет? Нет. Ну, спасибо, что предупредил. Пожалуйста. У меня просто своей работы полно. Три сайта закончить надо. Ну, это такое. Понятно. Значит, на тебя рассчитывать нечего. Да ладно, не брошу же я тебя в беде. Разберемся как-нибудь. Да и мы с Богданкой поможем, правда? Конечно. Спасибо вам. Что-то ты, Леонид, не весел. Тебе работать лень? Да не лень. Но с нормальными людьми они. С таким чудаком-заказчиком. А что с ним не так? Да слов нет. Он сказал, что хочет ультрамодное современное кафе. Но я и набросал ему эскиз. Классный такой, яркий. Он говорит, что это все фигня. Говорит, хочу, чтобы потолки с лепниной, позолоты побольше и колонны с завитушками. И вот это все. Ленечка, ну, надо потерпеть. Кризис рано или поздно закончится. Твои картины снова будут покупать. Ты сможешь заняться творчеством, а не вот этой ерундой. Спасибо тебе. Ну? И сколько вы хотите за этот салон? Ну, за 270 тысяч отдам. Таким ведь красная цена, 50 тысяч. Да вы что? Действующий салон со всем оборудованием. Практически в самом центре. А толку? Салон-то убыточный. Полгода в минусах. Я справки наводила. И мастера ваши. В отпуске без содержания. Ну, ладно. Готов отдать за 200. Но это уже обдираловка. Ну, что ж. Не хотите, как хотите. Разоряйтесь дальше. Миш. Сто! Берите, сколько дают. Через месяц я ей 30 не дам. Да вы же меня без ножа режете. 75! 50 наличкой. По рукам? По рукам. Да. Люсь. Прости, ты очень занята? Немного. Что случилось? Да нет, ничего. Я... Тоскливы мне. Света позвонила, сказала, что они с Богданой будут поздно. Их мальчики в кино ведут. Фаина Марковна с Лизой в кухне. Фаина Марковна дает очередной кулинарный мастер-класс. Знаешь, мы когда со Степой строили этот дом, мы мечтали, что здесь всегда будет много людей. а вышло так, что и поговорить не с кем. Остались только ты да я. И опять хандришь. Знаешь, я все надеялась, что пройдет время, и Степа простит меня. Все срастется. А не срастается. А может, ты о своей жизни подумаешь? А ты? Ты что, я? Ты на десять лет моложе, и раз в десять красивее. Ты только свистни, и женихи штабелями ложиться будут. Галь. Люся, скажи, ты еще долго будешь по Сашке сохнуть? А я однолюб. Надеюсь, у него все будет хорошо с Мариной. Он будет счастлив. А у меня есть ты, Фаина Марковна, Света. Так что, хватит тоску разводить. А ну, пойдем посмотрим, что за мастер-класс у Фаины Марковны. С Лизой? Это опасно. Ты скажи мне лучше, дружище, какого черта ты сам фуры по стране гоняешь? У тебя что, дальнобоя в штате нет, что ли? Да есть дальнобоя. Тут другое, понимаешь? Только на трассе чувствую себя нормально. Сидеть в офисе, руководить это никаких нервов не хватает. День-два держусь, а потом все. Срываюсь, начинаю орать. Это война. Меня тебя так повревело. И плен. Давай за товарищей наших погибших. Земля им пух. Кто сейчас компанией руководит? Люся, кто же еще? Ну, как она? Ты знаешь, Люся молодец. Она так руководит, как будто всю жизнь только этим и занималась. Молодец. Замуж мне собирается? Да пока нет, вроде. Вот что ты спрашиваешь? До сих пор, что ли? Привет. Привет. Маринка. Привет, Мариш. Привет. Здравствуй, Степ. Давай, помогу. Как вы выросли. Сашка сказал, мальчика ждете? Угу. Имя придумали? Хотим назвать в честь папы Валика. А как девчонки, как Галя? Девчонки молодцы. Затеяли подготовку к маминому юбилею. Галя, давай про горню будем. Сто, двести, триста. Да, Оксана Ивановна, не густо. Осталась я практически без средств существования. Зато владелец убыточного салона практический в центре. Ну, ничего. Зато рядом с университетом в Богданке. Что же вы так поздно? Это чуть не сорвалось все. Только мы подобрались, так хозяин машины решил собаку выгулить. Ждали, пока этот волкодав все углы пометит. Не меньше часа потеряли. А мы с Надькой тоже неплохо сегодня наварились. Да, мы такого лоха подцепили, мамы не горюли. Молодцы. В кафе с ним познакомились, потом к нему на хату пошли. Ну, в общем, поляна, все дела. Мы его клоферинчиком подпоили, нормальненько так. Ну, и, в общем, хату обнесли. Молодцы, девочки, ударницы. А про нас хоть не забыли? Пожрать что-нибудь приготовили? Так зачем? Мы этому придурку еще и холодильник почистили. У нас теперь еды и деликатесов разных завались. Ладно, ребята, идемте в дом. Идите, сейчас. Специалист! Да. Давай, еще работаем надо. Огонь! Да. Может, номера позже перебьем? Реально, сжать охота. Ну, ладно. Пойдем. Мариша, ты не видел, а? Куда я свой бумажник делал? Ты его на полочке оставил. Где? А, точно. Спасибо. Здорово, что Степка вчера приезжал, правда? Угу. Как мы душевно посидели, поговорили. Ты знаешь, я скучал по ним. И по Киеву я тоже скучаю. Саш, я... я подумала, ну, не стоит нам возвращаться в Киев. Сам по сути, Львов такой тихий, уютный город. Ребенку здесь будет намного лучше, уж точно спокойнее. У нас прекрасная работа, у меня хороший коллектив, это такая редкость. А когда ребенок родится, будем снимать передачи для молодых родителей. Бюджет нам уже выделили. Ну, может, ты и права. Малышу точно здесь будет лучше. Ладно. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok